Но потом начинается, да, безобразие. Какой-то враг. Что такое враг? Да, когда там титры какие-то. Главный подручный Моргота – злобный колдун Саурон. Саурон не колдун, Саурон – архангел, блин. Какой колдун? В жопу. Это архангел, который предал, так сказать, свою сущность и превратился в чёрта в итоге. Это не колдун, это сверхъестественное иномировое существо, которое старше нашего мира, просто потому, что оно появилось в самом начале вообще чего-нибудь, он участвовал в создании этого мира, Саурон, вместе со всеми. Ну, с таким же успехом и Пендальф – колдун. И Пендальф – тоже колдун, тоже, блин, мне… Как-то нельзя принижать. Это примерно как Шерлок Холмс – наркоман, он же ещё некоторым образом детектив. Это очевидно, да, блин. А так, вот как показывается Шерлок Холмс – наркоман, Пендальф, Саурон – колдун, ну пипец, если что, колдуном он притворялся специально, чтобы никто не понял, откуда у него немножечко сверхъестественных способностей, притушив, так сказать, свою мощь там до самого нижнего предела, чтобы просто не светиться, чтобы его не нашли. Там-то ему ещё бояться было некого, он там ходил пинком всем раздавал, так что, ой-ой-ой… Без затейд. Да. Вы поплыли в Средиземье не разбираться с плохими. Вы поплыли в Средиземье, потому что вас плохие науськали, вы устроили дома гражданскую войну, вам стало стыдно, и всё разбежались, вот и всё. Не плыли вы в Средиземье разбираться с плохими. Вы плыли, потому что в миграцию плыли, а электродрель, причём пешком шла, потому что вот эти люди, которые корабелов перебили, ей оказались неприятные. Да, и вот они уже в Средиземье, там какие-то горы шлемов, драконы, хероны, ну, короче, вроде как этого Моргота заарестовали. Мы учили много слов для смерти. В конце концов Моргот будет уничтожен, но не после много срока. Потому что его орки были распространены в каждом округе на Средиземье, земле, уменьшивая вовремя под руководством своего претензованного света, крюолевого и шевелого святого. Они называли его Саурон. Мой брат предупреждал, чтобы его искать и уничтожить. Но Саурон его сначала. Она говорит, а я пошла искать Саурона, потому что он моего брата убил. Куда ты пошла искать? Кого? Эльфы не такие. Во-первых, этого ничего не было в Семьмриллионе вообще, а во-вторых, Саурон исчез, т.е. говоря по-русски, пропал без вести. Было просто непонятно, он есть, нет, что… А самый главный, кто такой Саурон? Он же даже не самый главный подручный Моргота в то время был, он был важный, но там такое количество народу к суду привлекли. Подтянули к ответственности. В итоге, что Саурон исчез и просто было не до него. Эльфы конкретно занимались тем, что они просто восстанавливали Средиземье, потому что выжженные леса, экологическая катастрофа, эльфы могут это поправить. Вот они и поправляли. Саурон захохотал, трижды пернул и пропал. А Саурон прятался просто среди людей. А вот это поле, усыпанное трупами, а где трофейные команды, которые всё собирают? Или вот это вот… Я представляю, какой там смрад, кстати, стоит от обосравшихся, обосравшихся и разлагающихся, а у неё тут какая-то пирамида из шлёмов. Это что вообще такое? Это они смотрели картину Апофеоса войны, во-первых… Верещагина, да? А во-вторых, я уверен рекламу банка «Империал». Про Тамерлада, как сейчас помню. Я, когда маленький был, мы в мясном бару вот так вот черепа складывали, оставшиеся. Конечно, такие пирамиды не получались, но там страшное место. Да. Слава Богу, теперь всех хоронят. Ну, в общем, какая-то очень мутная, невнятная история, которая… Абсолютно. Зачем вы не сделали так, как это было сделано в Сильмариллионе? Там в два раза короче, в пять раз проще, но там же вообще всё понятно, там нет ничего после прочтения, что было бы непонятно. Зачем вот это вот просто взяли и придумали сами какую-то залипуху, которая… самое главное, что у Толкина же всё это стройно выстроенная конструкция. Если вы что-то оттуда вытаскиваете, оно всё падает сразу. И оно у вас, оно и упало. Причём какое-то говно, из которого я просто ни хера не понимаю, что, блин, тут происходит. Зачем мы все собрались и на хера? Это причём ты книжку читал, а зритель нет? Да. For his orcs had spread to every corner of Middle Earth. Хороший кадр, где орки кого-то в лесу доедают, и один смотрит на нас светящимися глазами. Смешно. Да. А так – говно. Cruel and cunning sorcerer. Sorcerer. Да, он не визард, он сорсерер. Ну, всё, один хер волшебник, блин, это не архангел. Нет. Эльфы-то знали, кто он такой? Собственно, все знали, кто он такой, пока он не спрятался. Я не в теме, наверное. Magician – это кто-то относительно добрый. Wizard – это не очень добрый, а сорсерер – это нехороший. Но всё равно колдун, да. Это одного класса существа, я бы так сказал. Люди, которые владеют некими магическими навыками. А он-то чё? В общем, беротычку электродрели заводили. Он узнал, что такое смерть, наконец. Поставили ему климо в виде трезуба. Да. И его, короче, с кенджиком он лежит, а она у него кенджик-то притырила. С это перен моего дома. Продолжение следует...